Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. На руководство компании, на саму организацию завели административные дела, после этого долги погасили. Программа Экономика. Центр занятости в Кирове отремонтируют за 13 миллионов. Здание центра на Пролетарской 67 хотят отремонтировать в этом году. Информацию об электронном аукционе опубликовали на сайте госзакупок, сообщает портал Источник Онлайн. Работы планируют завершить до 20 октября. Подрядчик должен отремонтировать фасад, крышу, фундамент здания, систему электроснабжения, провести монтаж системы кондиционирования, а также сделать платформы для маломобильных групп населения. Экономика. На 101 СМ. Налоговая напомнила о штрафах за замалчивание сведений об иностранных активах. В налоговую инспекцию организации до 20 марта нужно направить сведения о контролируемых иностранных компаниях. Также нужно предоставить документы, подтверждающие соблюдение условий освобождения от налогообложения и подтверждающий размер прибыли иностранных компаний. Если это касается налогоплательщиков физических лиц, то срок до 30 апреля. Если не сдать отчет, штраф 500 тысяч рублей, если не предоставить документы об освобождении или размере прибыли, сумма штрафа – миллион. В прошлом году в Кирове налоговая получила 23 уведомления о контролируемых иностранных компаниях за 2019 год, 3 от организации, 20 от физических лиц. В завершении о валютах на сегодня доллар стоит 73 рубля 52 копейки, официальный евро – 88,88. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове.